Уж покатался я по всему миру, уж расскажу. Везде и всюду я видел сервисы для машин. Везде, кроме России. У нас как-то странно получается. Машины стали доступны всем россиянам всего 15 лет назад. Как? А сервисов нет. Есть, конечно, дорогие, но мы приехали в сервис доступный. И чтоб вы поняли, как сюда ехать, то... Вот вам компьютерная графика. Магазин Орион вы знаете. Так вот, чуть-чуть далее. И вы найдёте, куда ехать то. Север города. Здешние гаражи. И вот сюда. Всё-таки кризис, да? Такой небольшой кризис, но по сути кризис у тех, кто не понимает, что такое слово работа. У вас работа же есть? У нас работы полно. Работаем. Теперь вопрос возникает. Все там думают, что у вас какие-то бешеные цены. Я не говорю, что у вас бешеные цены. Мало того, как в прошлом материале. Посмотрите по вас в Ютубе, мы уже неоднократно вам показывали, что вы цены не ломите. В этом и нет правила, правильно? Да, конечно, смысл ломить цены. Мы работаем для клиента. Работаем качественно, быстро, даём гарантию. И у нас постоянные клиенты. Наработанная клиентная база. Смысла нету ломить цены. Почему? Кроме всего прочего, я просто сейчас посмотрел, да, как вы все это делаете. То есть человек пришел, да, ну, деньги, ну, потому что старенькая машина, да, там, Део, СПР, да, сломал, конкретно сломал, да. Денег нет на новые, ни на бампер, ни на пороги, ни на капот нету. Вы все это дело выстукиваете. В каком состоянии пришла машина, в каком она выйдет? Она пришла вообще ни в каком. Её, если честно, привезли на эвакуаторе. Мотор у неё просто пал. То есть, соответственно, мы его полностью поднимали, центровали, полностью выстукивали, выпрямляли морду ей. Всё, то есть, грунтовали. А там дальше уже по технологии, как бы, вы сейчас уже видите в каком-то состоянии. Просто плохо, что вы не видели её до этого, как бы, там было на что посмотреть. Это было очень страшно. Что делают? Да делают всё, естественно, дёшево. Потому что, по сути, это клуб. Да, восстанавливают автомобиль. Да, работают на совесть. Да, как и скаки лепят конфетку. Вот из такого. Его, по сути, то и не было. Всё валилось вниз. Теперь отстучали. К слову, о любой машине. То есть, с чего она сделана. Стучится без нагрева. Главное, понять, куда стучать. И вот вам нормальная машина. К слову, о диагностике. Нынешние агрегаты, навороченные, по сути, такими же агрегатами и остаются. И не втирайте, что ничего не ломается. Ломается всё. Главное, понять, куда лазить то. Машина не заводится. Посмотрите, да, внимательно. Если у вас есть искра. Если искра есть, значит, у вас проблема... Либо с топливом, либо с воздухом. Если искры нет, то... Я сейчас просто объясню. Вы обыкновенный человек, который владеет машиной, иномаркой в том числе, он не справится с этим делом. Потому что он не поймёт, где. Специалистом. Специалисты какие? И куда мне приехать? Можете обращаться к нам, много организаций. Есть диагностика, выявление неисправности. Запуск на двигателя. Забирайте машину запущенную. То есть вы это делаете в том числе? Да, абсолютно точно. Теперь вопрос номер два. Коробки автомат. Бывает такое, да, случается. Иногда что-то... Или старая коробка, да, кое-что вытекло, да. Или вы куда-то ударились, да, и там протечка произошла. Что делать? И к кому обращаться? Опять же, специалисты осматривают. Либо коробка подлежит ремонту, либо просто-напросто её замена. Так как либо контрактная, либо просто производить ремонт. Это всё осмотр. И вот это вы делаете? Да, конечно. Вы делаете это здесь, да? Вот телефон я вижу, 45-16-11. Абсолютно точно. К слову о коробках. Это ко мне. Алло, гаражные кооперативы. И там, на левом. Кто лучше скажет о автоматах? Быстро, ко мне и скоро. Скоро мои автоматы сделаются, а ценники вы знаете. Я на рынке доживаю до 15 годков. Так что вы должны будете понимать, ценники дешёвыми для Монстодонта не будут. Можно ли говорить о том, что цены у вас просто низкие? Да, во-первых, потому что у нас нету арендной платы. То есть, как бы, пацаны, которые у меня работают, все специалисты нормального уровня, они, во-первых, делают это очень быстро, качественно. А смысл платить, допустим, переплачивать людям деньги, да, я понимаю, если, допустим, какой-то большой автосервис. Погоди, погоди, сейчас тебе скажу, смысл переплачивать деньги? То есть, платить директору, платить бухгалтеру, платить за аренду, это же деньги. Соответственно, да, это всё правильно. У меня такого момента здесь нету, то есть, у меня есть я, есть непосредственно исполнитель работы. То есть, как бы, третьего лица здесь никакого нету, допустим, там, хозяин бокса, там, не знаю, ещё кто-то там, какие-то связующие звенья. Здесь есть я и непосредственно исполнитель работы. Вот всё, поэтому, как бы, и цена здесь соответствующая. Теперь о переезде. Говорят, два переезда равносильно пожару. Это смотря с кем и как. Со специалистами этого клуба всё перевозится качественно и легко. И слово «алкоголь» здесь запрещено. А теперь другой вопрос, да, у вас замечательные машины для перевозки, да, мы показали всё это дело, то есть, машины хорошие, машины качественные. То есть, люди должны понять, почему они к вам могут обратиться. То есть, вы же не... То есть, во-первых, цена вопроса. Во-вторых, есть ли у вас пьяный грузчик? Вот. Вы уже задавали этот вопрос. Пьяный грузчиков мы не держим. Во-первых, все грузчики у нас уже прошли естественный отбор. Я не думаю, не надо объяснять, что такое естественный отбор. Вот. Как бы, мы не первый год на этом рынке, поэтому, ну, смысла нету тут держать. Алкоголиков и так далее, это дороже себе встанет. Вот. Поэтому, как бы, мы работаем уже с теми людьми, с которыми давно работаем. Там, как бы, и не только грузчик он, он же сам и мебельщик. Он же и мебель разберет, и соберет, и упакует, и занесет, и доставит. Как бы, проблем с этим нет. У людей у всех есть инструмент, как бы, для всего этого. У меня специализированные грузчики, они просто так, ну, принеси-падай и так далее. Сколько у вас таких машин? Вообще, моих машин четыре. Вот. Есть еще вольно-наемные машины. Вот. Так, как бы, в работе у нас где-то порядка в смене 17-18 машин. Каждый. То есть, можно и об этом говорить, что, в принципе, дешевле, чем вас, по сути, не найти. И качественнее, чем вас. Ну, по сути, как бы, кто ищет, тот, опять же, всегда может найти. Да, найти там пьяного грузчика. Да, да. Ну, гарантию, как бы, то, что, как он занесет и сломает. Бывают такие вещи, что, там, вещь стоит, да, дороже автомобиля даже, да, перевозящего этот груз. Соответственно, и подход должен быть к этой доставке соответствующий. То есть, чтобы это привезти, допустим, доставка стоит 350 рублей, если вещь стоит 150 тысяч. Смысла нету, да, привезти, и потом расплачиваться еще неизвестно, сколько времени за эту вещь. Поэтому мы, как бы, стараемся подходить к этому очень серьезно. Как бы, и машины свои готовим, и грузчиков инструктируем, и бригадиров, и так далее. То есть, все люди знают свою работу, не первый день. Поэтому, как бы, работаем именно в этой сфере и будем работать, я думаю. Теперь куда ехать? Номер раз. Та же компьютерная графика с телефонами, а без них никак. Ну, допустим, село или пригород. Хочет либо сделать свое авто, либо переехать. Так вот, ваши машины сюда, для переезда звоните. Машины за копейки, не по меркам восстановят и сделают. Переезд будет легок, как никогда, и без косяков. И к слову о нашем прикольном городе. Приколом является моя доступность. Добое утро. Продолжение следует...